Всем большой привет, ребята! Сегодня будет видео что-то типа, знаете, лайфа, и я вам отвечу на вопросики, которые вы задавали мне в группе ВКонтакте. На этот раз вопросов было много, поэтому мне пришлось выбрать некоторые из них, на все, к сожалению, я ответить не смогу. Я выбрала 30 вопросов, выбирала я их по принципу такому, что вот чаще всего спрашивают и что чаще всего пишут мне личные сообщения, не то, что, знаете, какие-то вопросы мне понравились больше, а какие-то меньше. Поэтому, кому интересно услышать ответы на эти вопросики, оставайтесь со мной. Сейчас я вам все подробненько расскажу. Буду читать вопросы с листочка. Первый вопрос. Какое твое любимое животное, кроме собак? Я вам, знаете, что хочу рассказать? Когда мне было лет 8, у меня был волнистый попугай, звали его Кузя. Маленький такой голубенький попугайчик. Прожил он у меня 7 лет. Вы не представляете вообще, что это была за птица. Он разговаривал лучше, чем, не знаю, какой-нибудь даже вот человек. Он понимал все, он знал много-много слов. С ним так было интересно общаться, просто я его обожала. Часто мне пишут, что вам не разрешают заводить собачек, родителей. Ну, почему именно собачек? Вы заведите себе какое-то другое животное. Вот я вам серьезно говорю. Возможно, покажется кому-то, что там попугай, это вообще там ерунда полная. Но нет. Если вы купите попугайчика, который будет говорить, с ним вам будет очень-очень интересно. К сожалению, в один прекрасный день я не закрыла окно на кухне, и мой попугайчик вылетел в окно. Вопрос номер 2. Кого ты чаще всего смотришь на ютубе? Вы знаете, поскольку я снимаю видео, я очень часто смотрю видео девчонок, которые точно так же, как и я, начинающие блогеры. Мы общаемся, переписываемся, мне будет интересно следить за их судьбой, вообще за их каналами. А если вот сказать, знаете, из таких популярных блогеров, которых вы, возможно, знаете, я вот назову 4 блогера, которых я постоянно смотрю. Первый это Диана, Just The Lady. Второй блогер это Полина Репик. Третий блогер это Адель Ривьера. Так, кого-кого еще я смотрю? А еще мне очень нравится Алиса Блэк, канал Карины. Вопросик номер 3. Как ты говоришь, ютуб или ютуб? Я говорю ютуб. Вопрос номер 4. Гетсби реагирует, если зазвонит телефон или кто-то пришел. Да, он реагирует, когда я знаю, что кто-то должен уже прийти домой, я ему всегда минут за 5 говорю, что вот иди встречай, иди к Твери. Он сразу прям туда бежит, стоит там и ждет, и знает, что кто-то должен прийти. На телефон нет, он в принципе не реагирует. Вопросик номер 5. Почему щенок по ночам постоянно скулит и не дает нам спать, и что же, что же делать? Если щеночек скулит, конечно, это очень плохо. Возможно, щенок еще очень маленький, нужно смотреть, какого вообще он у вас возраста. Если вы там его взяли в полтора-два месяца, я думаю, что, скорее всего, он скучает по родителям. А если он у вас уже довольно-таки большой, ему там полгодика, и он скулит, возможно, у него какие-то проблемы со здоровьем, и лучше показать его врачу. Вопрос номер 6. А Гетсби аллергенный или кипоаллергенный? Если у вас есть аллергия, Гетсби будет для вас аллергеном. Возможно. Возможно и нет. Но у меня, знаете, такая ерунда случилась. У меня сыпь на лбу. На видео ее, конечно, же не видно. Это такая мелкая-мелкая сыпь. Я сначала абсолютно не понимала, от чего вообще она у меня. Я думала, там, гормональность, боль, еще что-то. Но вот сейчас я уже понимаю, что это, походу, от собаки. Потому что, действительно, как только он у нас появился, прошло некоторое время, и вот у меня появилась эта сыпь. Так что, походу, у меня аллергия на собаку. Вопросик номер 7. Нужно ли щеночка с шпица оставлять в вольере, когда уходишь на час, на два или три? Если щеночек маленький, и вы уходите из дома, если вы уверены, что, например, ваша собака спокойная, ничего с ней не произойдет, она вам не испортит ботинки, не погрызет, то нет, не нужно. А если, например, вы оставите собаку на целый день дома одну, то, конечно, лучше покупать вольерчики. Но я думаю, что за час ничего не должно произойти, прям такого критического максимума, там, вам лужу, не знаю, сделает, ну, там, что-нибудь погрызет немножечко. Вот, поэтому мы вольер не покупали, потому что я, когда Гетзви был маленький, всегда практически была дома и за ним следила. Вопросик номер 8. Когда у шпица попадают зубки? Точно не помню, но, по-моему, примерно где-то в полготика начинается смена зубов. И они потихонечку сами выпадают. Но вот лучше съездить к врачу, специалисту, он должен посмотреть и скажет, вам выпали у него зубки или нет. Если зубки сами не выпали, ждать долго не стоит, лучше сделать операцию собаке. Конечно, делают ее под наркозом, но зубы. Это такая, знаете, вещь, лучше на самом деле их удалять, потому что у собаки, когда зубки не выпадают, может искривиться прикус и будет такая кривая челюсть. Это просто будет ужасно и вы потом это абсолютно не исправите. Та-да-да-да-да, вопрос номер 9. Яна, сколько тебе лет? Мне очень часто задают этот вопрос, я никогда не скрываю, сколько мне лет. У меня на странице ВКонтакте всегда написано, просто, наверное, конечно же, многие не читают все эти инфоблоги. И проще спросить. Я вам скажу так, что родилась я 20 апреля 1986 года. Вы можете сами посчитать, сколько мне будет лет, и вот совсем скоро у меня уже как раз таки будет день рождения. Вопрос номер 10. Можно ли тебе как-нибудь отправить письмо? К сожалению, нет, потому что я живу не там, где я прописана, и, соответственно, письмо я никак получить не смогу. Вопрос номер 11. Пицца или роллы? Я выбираю пиццу, хотя лет 5 назад я бы выбрала роллы, я их очень сильно любила, пока в один прекрасный момент я жутко не отравилась ими. Причем они были свежие, просто у меня началась какая-то аллергия, я покрылась вся сыпью, у меня поднялась температура, и вот с тех пор я роллы вообще не ем, даже забыла про них, даже не хочу. Не знаю, настолько я испугалась, хотя я реально их вот люблю. Но сейчас нет, я предпочитаю пиццу. Вопрос номер 12. Нет, вы знаете, я бы хотела проводить за компьютером как можно меньше времени, потому что я реально провожу много времени за компьютером, вообще в социальных сетях, сейчас какой-то у меня такой период, я от этого раздражаюсь, мне это не нравится. Ну вот как-то тебя туда затягивает, ты постоянно туда залезаешь, что-то там тебе нужно сделать, то музыку, например, я там слушаю, параллельно делаю какие-то дела, мне часто также в контакт кто-то пишет. Я долго не отвечаю, потому что я, знаете, коплю сообщения, потом сразу за раз отвечаю на них, потому что если я буду каждый раз щелкать на сообщения, я там вообще могу сидеть сутками и оттуда не вылезть. Вообще, все, конечно, эти социальные сети, они нас убивают, они, не знаю, пожирают просто наше время, это очень печально, и я просто даже не знаю, как избавиться от этого, как уменьшить вот это вот количество времени, которое я провожу за компьютером и вообще в целом в интернете. Нужно как-то вот брать себя в руки и, не знаю, надо как-то решать этот вопрос. Вопросик номер 13. А ты любишь хомячков? Хомячков, да, я люблю, мне не нравится, единственный минус у хомячков это то, что они мало живут. Вопрос номер 14. Яна, а где вы монтируете свое видео, в каком приложении? У меня в инфобоксе, в принципе, практически под каждым видео написано, где я монтирую, но я отвечу на ваш вопрос. У меня есть две программы, в которых я монтирую свое видео. Первая это Adobe Premiere Pro и вторая программа это Sony Vegas. Вот как-то две эти программки между собой я совмещаю и монтирую там. Вопрос номер 15. Яна, ты снимаешь видео с камеры или с телефона? Вы знаете, когда я только-только начинала вести свой канал, я снимала с фотоаппарата, у которого не было вот такого экранчика, в котором можно было себя видеть, и потом я поняла, почему у меня были вообще такие ужасные видео. Их сейчас уже нет на моем канале, я их удалила. Если вы видео снимаете, конечно, очень-очень важно себя видеть. Вот у айфона минус. Знаете, в чем? Сейчас я вот как раз-таки снимаю все свои видео на айфон. Это айфон 6. В чем здесь минус? То есть в том, что камера находится не посерединке, а сбоку. Соответственно, тебе тяжело как бы смотреть в камеру. То есть по факту она должна быть вот здесь, а вот у меня получается камера вот здесь. Ну, это не очень удобно, и мне не всегда нравится, как я выгляжу вообще вот на камере. Вообще мне не нравится, как я выгляжу на видео. Вопросик номер 16. Яна, хочешь ли ты еще одну собаку? Знаете, когда у меня только-только появился Гетсби, наверное, месяц прошел, может быть, другой, хоть он и косячил, и лужи он делал, и там что-то шалило балласно, но я прям вот хотела вторую собаку. Я представляла, как здорово, как весело им будет вместе. Мой молодой человек был против, потому что он говорит, нет, две собаки, это вообще просто кошмар и ужас. Они и так там, не знаю, спать не дают, по выходным полежать спокойненько один от веток, это будет вообще кошмар и караул. И случилась у нас такая ситуация, то, что как раз-таки Гетсби проглотил пластиковый кружочек, ему делали операцию, все это было очень-очень тяжело, я потратила кучу просто нервов, насколько я переживала, как было плохо собаке. Я, когда уже все с ним стало хорошо, мы его забрали из больницы, он отошел, потихонечку-потихонечку, я поймала себя на мысль, что нет, я не хочу вторую собаку, потому что с одной собакой, вот так вот, если она заболеет или еще что-то, ну это реально много-много нервов нужно. А если их будет две, то это просто будет кошмар, действительно. Одна может болеть, и вторая может болеть, еще неизвестно вообще что и как, поэтому собака это огромная-огромная ответственность. И вот, ребята, вы мне часто пишите, что родители вам не разрешают, просто поймите, что ваши родители, они понимают, что можно купить щеночка, а он окажется каким-нибудь больным, или у него будут какие-то врожденные проблемы со здоровьем, и потом все это лечить вашим родителям. Это там, знаете, с виду может казаться, что вот собака, так прикольно, там с ней играть и все остальное, но когда вот попадаешь в ветеринарную клинику, и разговариваешь с людьми, которые там сидят и рассказывают вообще о каких-то проблемах, что они просто все деньги, берут кредиты, все-все-все, чтобы лечь будут вылечить свое вот это животное, так что нужно об этом всегда задуматься. Вопрос номер 17. Гитсби любит, когда приходят гости. Да, Гитсби очень любит, когда приходят гости, но он чувствует людей, и если человек к нему расположен, он всегда, да, он к нему подходит, начинает с ним играть, его там тискают, берут на руки, а если человек не любит животных, то Гитсби нет, он к нему не будет подходить, он будет обходить его стороночкой. Следующий вопросик. Яна, где вы покупаете штучки для декупажа? Я их покупаю в магазине Леонардо, в основном потому, что он находится недалеко от моего дома. Вообще магазин Леонардо есть во многих городах, насколько я знаю, но еще иногда заказывают через интернет, если у вас маленький город, всегда можно найти все в интернете, заказать, и вообще не будет никаких проблем. Какие животные тебе нравятся, кроме Гитсби? Ну, я уже говорила, что вот кроме собачек мне нравятся лорики, мне нравятся попугайчики, еще мне нравятся ежики. Какие домашние животные у тебя были до Гитсби? До Гитсби, я уже сказала, у меня был попугайчик, у меня был хомячок, по-моему, когда-то в детстве, который жил в трехлитровой банке. Какая у тебя самая любимая еда? Моя самая любимая еда, это самые обыкновенные макароны. Я очень люблю спагетти, просто вареные макарошки. Первый костюм Гитсби. Первый костюм Гитсби, я вам вставлю фотографию, нам подарила подружка моя, она заказала на Алиэкспресс ботиночки, костюм для Гитсби, и вот одна из самых-самых моих любимых фотографий, и как раз-таки вот он сидит в этом классном костюмчике. Гитсби, ходит с тобой в гости к друзьям. Если я иду куда-то недалеко от своего дома, то да, я его беру с собой, а если нужна, знаете, такая долгая дорога, чтобы собаку везти на машине, то мы стараемся его не брать, потому что он очень плохо переносит вообще дорогу, ему все это не нравится, и мне очень тяжело с ним ехать, я перевожу в машине его на руках, поэтому мне очень все это тяжело делать. В переноску я его не сажаю, потому что мне его жалко, ему там всегда становится плохо. Обязательно ли каждый месяц посещать ветеринарную клинику, если у тебя есть шпиц? Конечно же нет, посещать ветеринарную клинику нужно, ну, раз в полгода, раз в год, или когда у вашей собачки что-то заболело. Ну вот, когда начинают зубки меняться, лучше свозить и показать ей. Также, как только вы приобрели щеночка, он там у вас немножечко адаптировался, недельку-другую вы свозите его к доктору, чтобы вы знали, что у вас за такой зверь живет дома. Что делать, если заботчица собаки не объяснила, каким кормом она его ранее кормила? Ну, это, знаете, такой очень плохой подход. Собака должна была быть выращена на каком-то корме, вам должны были посоветовать, я не знаю. Ну вот, я вам в группе ВКонтакте, у нас есть фотографии, каким кормом кормила я своего щенка, но я не знаю, будет он подходить вам или нет, лучше, опять же, проконсультироваться с каким-то специалистом. Где нужно подстригать шпицу шерсть? Такой вопросик интересный. Вы знаете, я подстригаю ему шерсть на лапках, под хвостом чуть-чуть, на том месте, где живот, тоже немножечко выстригаю шерсть, делаю такую легкую, можно сказать, гигиеническую стрижку. Какой корм самый лучший? Сложный вопрос. Кто-то кормит дорогим кормом, кто-то дешевым. Я вот кормлю куриной пропланом, нам этот корм нравится, мне кажется, он и Гетсби нравится, он ему подходит. В нашем пакете, по-моему, стоит 370 рублей. Есть корм, который стоит и полторы тысячи рублей, говорят, что он намного лучше. Лучше кто-то вообще считает, что нельзя кормить собаку сухим кормом, что-то там у них происходит с желудком. Знаете, тут сколько людей, как говорится, столько и мнений. Лучше никого не слушайте. Вот что вам сказала заводчица, тем и кормите. Либо же, чем вам сказал кормить вашего щеночка доктор, так и поступайте. Яночка, скажи, пожалуйста, как знать, подходит ли собачке кличка и кем ты работаешь, если работаешь? Как узнать, как подходит кличка? Не знаю, как узнать. Вот вы выбрали какую-то кличку. Он со временем, щеночек, должен начать на нее отзываться. Эта кличка должна быть удобной в произношении, хотя кличка Гетсби, например, для людей, которые пожилые, она абсолютно неудобная. Меня мои бабушки ругали, они до сих пор не знают, как его зовут. Керби Гетсбер. В общем, как только не коверкают. Нам это имя нравится, он на него откликается. Кем я работаю? Я на данный момент не работаю, я сижу дома. Когда ты будешь делать трансляцию в Перископе? Я уже делала несколько трансляций, но, вы знаете, я не знаю вообще, в какое время ее делать, и запланированно как-то сделать трансляцию я не могу, потому что как-то вот все получается спонтанно. Когда я туда захожу спонтанно, кто-то там учится в школе, у кого-то какие дела, и все не могут, конечно же, туда зайти, поэтому с Перископом на самом деле не так-то все и просто. А Гетсби любит купаться в ванной. Нет, Гетсби не любит воду, он не любит мыться, он всегда этого боится и ждет скорее, чтобы это все общее дело закончилось. Вопросики у нас с вами закончились. Я надеюсь, что для вас это видео было полезным, информативным и интересным. Если у вас будут какие-то вопросы, вы можете всегда написать мне ВКонтакт. Большое вам спасибо, пока и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok